Золотой ключик Так получилось совершенно недавно в Киеве Была, будем так говорить, зимняя сессия этого фестиваля Мы там побывали Снимала моя помощница Вита Антоненко 21 по 23 декабря Ну давай будем рассказывать вместе А ты начнешь, хорошо? Хорошо Говори Ну давайте, первый день получается началась сначала с регистрации Потом у нас мастер-класс ваш был, по-моему, во второй день Это ты уже перескочила Давай уже все по порядку Знаешь, что самое первое было, да? Торжественно, нормально То, что запоминается Мы сейчас в это все будем смотреть А ты уже будешь рассказывать о фестивале О своих впечатлениях от фестиваля Хорошо, Вита, да? И так пошла красная дорожка На красную дорожку приглашается В почетную президенту нашего фестиваля Уже с новым названием игроки Влада Литровченко На красную дорожку приглашается Председатель украинственной коллеги Народная архитекта Украины Россия Привет, Владимир Владимирович Говори Борис Акадович Ну что, вот И на летнем фестивале Который был в Николаеве, Вита И сейчас в Киеве Члены жюри были те же самые Понимаете, узнаваемые Но Я бы о них сказал вот что Они Во-первых, они заслуженные люди на Украине Люди узнаваемые Люди, которые Которые Самое главное Понимают, что такое Ребенок И что такое детская психология Ведь им сейчас Нужно было преподавать Это члены жюри были Но Все остальные Они преподавали Детям Уже Серьезные дисциплины Допустим То же самое Театральное искусство Там был Театральный батл Великолепный Читали стихи То есть это был конкурс Числов Художественного слова Художественного слова, да? Да Был Был показ МОД Об этом Мы поговорим Немножечко Попозже Вот И Было понятие Такое, как телевидение Это уже новое понятие Ты предложила Какой вариант Вот расскажи По поводу телевидения Детского телевидения Чтобы открыть Школу журналистики Так В Витовском районе Ну вообще Изначально в школе В моей 25-й Но потом уже В Витовском районе Открылась А с помощью Виктора Даниловича И его умений Мы уже открыли Ну не открыли У нас Планировали Телевидение Детское телевидение Виктор Данилович Проводил мастер-классы Да Вместе со своей коллегой Из Запорожья Кстати Светлана Качкарёвой Светлана Качкарёва Она Очень классно проводила По режиссуре Свои лекции По режиссуре По монтажу Это было Очень интересно И Я вот продолжаю Тему того Что это Этот Золотой ключик Это Особенное Понятие С подходом К детишкам Как О серьезном Как О том Что преподается В вузах Как Это же Рассказать Маленьким Детям Чтобы Они все это Уразумели И чтобы Это им пошло На пользу У этих мастеров Особый подход К детям Мне кажется Какой Ну вот я даже не знаю Они умеют Находить контакт С детьми Даже маленький Вы же видели Да Восьми Восемь лет Там девочка сидела Они понимали То о чем они говорят Особенно Татьяна Васильевна Цимбала Вот мне кажется Что Она уже Имеет уже Большой Большой опыт По этому поводу Во первых Она имеет Большой телевизионный опыт Что Имеет значение Но она С детьми Знает Как Говорить Не сюсюкать А как то Вот по своему И мы взрослые Вот получили просто Огромное Наслаждение Когда Вилорий Паченко Это актер Который Играл в фильме Бой идут одни старики Да Известный Известный человек Из Николаева Из Николаева Вот вдруг Показал Как Это надо делать Вот давайте Посмотрим Вот этот Его мастер-класс Будем так говорить Все участники Можно вас Ко мне сюда Идите Я вас сейчас Идите Все Валерий Я Я вас научу Петь одну песню Буквально за одну минуту Да У вас память хорошая Да За память можете Пять слов Вот представьте себе Что вы Подошли А перед вами Пять слов И вот Вы ножку С вами поставили Не ставьте Но представьте себе Вот поставили ножку И сказали Жеребенок 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 Потом поставили вторую Жеребенок Жеребенок Потом Белой лошади Ребенок Белой лошади Ребенок А потом Развернулись Побежали назад Белой лошади Ребенок Жеребенок Жеребенок Запомнили Жеребенок Жеребенок Белой лошади Ребенок А как поется, послушайте, как это звучит, а потом мы всех увидим. Чтобы вы попали в кадре поближе к сайте, чтобы вы были все в кадре. Вот послушайте. Жеребенок, жеребенок, белая лошадь и ребенок, белая лошадь и ребенок. Жеребенок, жеребенок... Понятно? Попробуй. не пойдет во-первых громче во вторых дружнее так я не понял наше ничего поддержит жеребенок жеребенок белый лошади ребенок жеребенок жеребенок еще раз жеребенок белый лошади ребенок белый лошади ребенок жеребенок черепенок понятно да а теперь мы начинаем я запеваю когда я махну голову да мы можем еще вот моя первая роль в театре который я сыграл знаете в туре кого я сыграл чертежка маленькая да вот там берал берал кулишникам то подбрасывал охотникам соли то берез то и так далее так вот я хочу вот иди сюда ты у нас один мужчина ты знаешь кого сейчас сыграет роль будешь играть копыта 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 а знаешь почему вот так когда жеребенок бежит по асфальту как а ну не а как а как звук смотри вот так вот вот так вот так не вот так вот так пусть а ты помогай им так да я не убежу ух ты молодец какой понял 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 а ну и так мы начинаем ребят жеребенок запомните он родился ночью звездной и это бунщик молодой и вполне серьезно ты родился под звездой а любопытный танк а ноги не из-за звездочки волку он писал еще дороги как 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 жеребенок белый бед жеребенок жеребенок им Белая лошадь и ребёнок, Белая лошадь и ребёнок, Шеребёнок, шеребёнок. Нет, как будто поехали. Думаю, счастливой я тримала В сочных травах ног, Поработала немало На своём она веку. Ей на скачках и упряжке А потом родился он, пусть его увидит каждый, скажет гордо, чемпион. Жеребёнок, жеребёнок, белой ошей и ребёнок. Белой ошей и ребёнок, жеребёнок, жеребёнок, жеребёнок. Копыта, копыта, он такой же, как все дети, а любопытный и скрешной. Пусть его не хлещет ветер, сквозь обходит стороной. Путь растёт под мирным небом рядом с мамою своей. Пусть возьмёт краючку хреба, он из добрых рук людей. Жеребёнок, жеребёнок, белой ошей и ребёнок. Жеребёнок, жеребёнок. Браво! 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 Ну, действительно, браво! Ну, в Белории просто великолепно нашёл. Это ж он придумал же где-то эту песенку. А может, и сам написал, я не знаю, я не спрашивал, понимаете? Но вот то, что детки с самого начала до самого конца это всё выучили, и тут уже не имеет значения, это были дети, которые читали до этого стихи, понимаете? Вот, они не поющие дети. Ну и что? Ключик это ведь не только для тех детей, которые, ай-яй-яй, какими станут лауреатами, а это для всех детей, которые могут и не могут, но хотят. Вот, видите, вот наша звезда. Рядом со мной сидит. Она ничего не ощущает, кроме того, что она живёт сама с собой. Покажите. Машенька Прохорова. Вита, ты в курсе дела? Она участвовала, Машенька. В летнем золотом ключике у нас в Русском драматическом. В Русском драматическом театре. Теперь бери у них интервью. Маша и её мама. Расскажите, пожалуйста, мне вот интересно, как вы попали на золотой ключик? Вы снимали, ваша девочка снималась в детках и предках. Расскажите, пожалуйста, почему вы захотели участвовать в золотом ключике? Получилась совершенно так интересная история. Просто в интернете увидела объявление, нужно было сделать репост для деток. Если кто-то выиграет, съёмку в кино журнале «Детки и предки». На тот момент, как бы, планов не было сниматься. Нам было всего два с половиной года. Ну, как бы, хотелось для каких-то деток сделать сюрприз. В итоге сделали сюрприз своему ребёнку. Практически подарок к дню рождения, потому что ей было всего три года, исполнилось. И мы снялись в первой серии. Познакомились с Кашевым Олегом Григорьевичем. Четыре, говорит, было. Это уже сейчас тебе четыре. Ты же первый раз снялась, когда? В три годика. И с этого, как бы, началась у нас карьера актрисы. Если так можно сказать. И в детках-предках раньше тоже маленьких деток не снимали. И вот пошли. Первая серия в три года. Потом ещё серия. Сейчас у нас уже четыре серии. И вот на церемонии мы получили статуэтку именную, как самая юная актриса. Как вы на какой церемонии показываете это всё нам показываете? Маша, статуэтка. И такая имена Машенька Ухарова. Так, вот какая. Сама покажи, Машенька. Сама покажи. Что ты чувствовала, когда получила эту статуэтку? А ну-ка расскажи, Маша. Как ты себя? Тебе было очень тепло, радостно или горько? Скажи мне, а? Тепло. А? Тепло. Тепло тебе было. Понравилось? Ну, хорошо. А теперь расскажите мне вот о журнале «Детки и предки». Всё-таки это три года он работает. И она там участвует в этом журнале. Снимается в серии. Снимается. Вот у них есть журнал. Покажите, что это за журнал. Было интервью про Машеньку. Так. О том, что она самая юная актриса киножурнала. Здесь как бы и кадры с серии, где она снималась. Самой первой серии. Награждения, какие у нас были. Статуэтки, в общем, с режиссёром нашим и продюсером. Так. Где ей вручались и дипломы. Дальше были как бы рассказы по серии, в которых они снимались. Это в «Каприке. Клубная жизнь». Это у нас было как социальный ролик. Как вести себя в театре деток снимали. И она там участвовала в этом ролике, да? Да, да, да. Снималась в этой серии. Также снималась, да, в серии. А вот это, он Маша сама. Их последних с Антониной Макарчук снимались. А это наша Машенька попала в 100 наикращих детей Украины. 100 наикращих детей. А как это, как это, кто определял? Кто это определял? 100 самых красивых детей Украины. Так, ты считаешь себя красивой, да? Давай так покажи, вот встань на камеру и докажи, что ты самая красивая. Вот докажи. Хочу идти. А ну-ка. Покажи. Вот. Иди, дорогая, прямо на камеру встала. Так. Ай, крупно, крупно ж некому взять. Крупненько надо наехать, Женечка, на депину, да? Маша, а вот специально звукорежиссер дал музыку, да? А ну-ка, походи вот здесь, как... Как принцесса. Как принцесса. Туда и сюда. Походи, походи. И смотри через на камеру. На камеру смотри. Вот так вот. Иди, а сейчас сама смотри на камеру. Ты ж принцесса. Да. Еще. На камеру, на камеру. Ну, можно обернуться вокруг оси, правда же, да? Покрутись. А поаплодируем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Садись сюда. Так, потерпи. Нам еще немножко надо будет в кадре. Слушай внимательно, о чем будет разговор. Значит, почему получилось так, что вы не поехали, мама, вот сейчас зимой в Киев на фестиваль «Золотой ключик». Летом вы участвовали, а здесь нет. Хотелось нам поучаствовать, но так совпало, что нас пригласили в проект «Принц-принцесса Диснея», который проходил здесь в Николаеве. И по срокам совпало как-то два мероприятия. Но дело в том, что мы целый месяц готовились именно «Принц-принцесса Диснея». Это были и мастер-классы, и репетиции, и встречи с, допустим, там, с психологом в рамках проекта, и разные еще интересные мероприятия. Ну и, конечно, мы были здесь на фестивале, на конкурсе. Это был прекрасный такой праздник, прям именно праздник для деток, где сбываются мечты. Были и конкурсы, были и подарки, было, в общем, красивое шоу. Перед этим Маша у нас выступала еще во Львове, она занимается в цирковой студии. И там международный фестиваль тоже был, и наша звездочка дебютировала с сольным номером и заняла третье место. Ну, скажите, пожалуйста, это ж... Когда вы успеваете... Ну, как мам, вы что, не работаете, да? Работаю. Кем вы работаете? Заместитель директора. Вот, директора чего-то. Ладно, не буду. Предприятие. Предприятие. Когда вы успеваете шить ей костюмы, ездить по Львовам, по фестивалям гастролировать получается, правильно? Такая мама, такая работа мамы. Да? Да, маленькой принцессы. Дело в том, что это у нас, знаете, как сейчас проходит, вроде как игра, если можно так сказать. Ну, это самое правильное. Это нет такого, что навязывается, что что-то... Ну, как-то вот планируем, подстраиваем график свой под нашу принцессу. Ей это нравится. Лера, Настя. Да, Зайка, красивые. Все девочки, которые с тобой снимались, да? Лера, Настя. Да, давай покажем всем, давай. Покажи, да. Это кто? Это кто такой? Кого ты хочешь показать? Настя и Вера, это кто? Вот это Лера. Это сейчас. А ну, покажем Леру и Настю. Вот они, кто они? Подружки твои? Да. Ты с ними играешь в детках и предках, да? А они что играли? Ты что сыграла, и они что сыграли? Мини. А? Красава. Мы с ними... Это Настя, которая еще ходит на английский, и раньше ходила в цирковую студию. Так получается, ты, а, ходишь, и ты на английский ходишь, садись, и в цирковую студию ты ходишь, и куда еще? Что она вообще за ребенок, что она еще делает? Еще хотят в школу журналистики записаться. А еще в школу журналистики? Ну, теперь расскажи, пожалуйста, Вита, ты, как ты свою школу журналистики сейчас примеришь на фестиваль «Золотой ключ». Мы организовали медиа-центр во главе с вами. Вот, пока так. И все рассказала, да? Больше нечего говорить. Что такое? Это медиа-центр на «Золотом ключике». Да. Но мы же как-то должны участвовать в фестивале, летние фестивали со своей программой, кроме медиа-центра. Что мы должны делать? Там же по нашей с тобой просьбе появилось целое направление. Это телевидение. Что мы будем готовить сейчас к этому? Что мы будем готовить? Ну, это не замечательно. Как ты не знаешь ничего? А для чего у тебя в Гитовском районе два клуба? Расскажи же об этом. Расскажи. Ну, хорошо. Ну, в Грегово есть кружок школы журналистики. Мы уже снимали ролики, сценки с детьми. Но мы их не представили так на «Золотом ключике». Хотя туда везли. Мы, кстати, оттуда привезли же медали и дипломы. Ты будешь показывать или нет? Да, хорошо. Покажите. А ну за что? Видишь, а ты говоришь, что медиа-центр. Да. А что такое медиа-центр? Это все? Ого-го-го! Понимаешь? Вон сколько мы набрали всяких вещей. Это, получается, медали за участие. За то, что в Грегово мы отсняли ролики. Вот. Тут директора Дома культуры, художественному руководителю Виктору Даниловичу и мне. Значит, там получается таким образом, значит, что давай немножко поподробнее расскажем, что эта передача все-таки и для взрослых, и для детей. К сожалению, мы на этот фестиваль зимний не могли повезти много народу, потому что у сельских ребяток не очень большой достаток. Они способные, но не очень большой достаток. Поэтому они, конечно, поучаствуют в золотом ключике, который будет летом. Вот. А мы постараемся с тобой вместе с ребятами и объяви всем ребятам, дай свой телефон и скажи, чтобы они готовили для летнего фестиваля что? Видеоролики. Так, номер мой 066-0030-687. Приглашаем всех на Николаевский золотой ключик, который будет проходить летом. Летом с 1 по 5 июня. Он будет проходить в Коблево и в Николаеве в Русском Драматическом Театре. Я чего хотел сказать. Вот мне так понравилось, вот как Пащенко провел, провел вот этот с дедушкой. Может, мы тоже какой-то такой характер придумаем. Вот давайте сейчас придумаем. Ну, я сейчас, вот послушайте. Ключик, ключик, ключик золотой. Я живу, я живу, я живу, я живу мечтой. Повторим? Запомнила, да? 1, 2, 3, 4. Ключик, ключик. Ну, взрослые, помогите же, что же вы, ну? Что вы от нее ждете? Все вместе. 3, 4. Ключик, ключик, ключик золотой. Я живу, я живу, я живу мечтой. И так, до летнего золотого ключика у нас в Николаеве. До свидания, до встречи.